Доброе утро всем, дорогие братья и сестры! Рад вас всех видеть! Сегодня у нас прекрасный, замечательный, праздничный день. Начало учебы. И я надеюсь, что все вы ждали этот день. Кто-то, может, и не очень сильно ждал, да? Нравится ведь отдыхать. Лето все-таки, август, месяц. Но, тем не менее, сегодня мы здесь с вами для того, чтобы снова петь нашему Спасителю, молиться, Слово Божье читать, открывать. И, конечно же, сегодня на первом открывающем молитвенном собрании мы будем говорить о важном, об очень важном. О Библии, конечно, мы будем говорить, о Господе нашим, Боге. Итак, когда Иисуса искушал сатана, Евангелие от Матфея об этом рассказывается, то дьявол пытался всячески сделать так, чтобы Иисус согрешил. И мы с вами уже не раз читали эту историю, знаем о том, как Иисус справился, благодаря чему Он выстоял. И если мы с вами откроем Матфея, 4 главу, 3-4 стихи. Матфея, 4 глава, 3-4 стихи. Но там что мы видим в 4 главе Матфея? В 3-4 стихе. Миша нам ярмашь прочитает, пожалуйста, вслух. И переступил к нему Иисуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались грибами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом исходящим Иисус Божий». Итак, если спросить, кто сказал, «Не хлебом одним будет жить человек?» Если бы у вас спросили, кто говорит эти слова, «Не хлебом одним будет жить человек?» Ну, наверное, большинство христиан, конечно же, сразу дает. Но это же Иисус говорит в Евангелии от Матфея, да? Когда его искушал дьявол. Но мы-то с вами знаем, что Иисус цитировал какую книгу? Второзаконие. Давайте откроем своим второзаконием. Восьмая глава, 2-3 стихи. Женя нам прочитает слух. Второзаконие, восьмая глава. Восьмая глава, 2-3 стихи. Второзаконие. Что там написано? Внимательно этот отрывочек читаем. Восьмая глава, 2-3 стихи. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповедь его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек. Но всяким словом, исходящим из путь Господа живет человек». Спасибо. Я хочу ваше внимание особенно обратить вот здесь, на второзаконие. В 3-м стихе написано, «Чтобы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога». «Ни одним хлебом живет человек, но всяким словом». И вот здесь для нас содержится информация особой важности, чрезвычайной важности содержится информация. Какая информация? Оказывается, не только хлебом мы поддерживаем свою жизнь, да? Сегодня, я надеюсь, вы позавтракали. Ну, у всех разных был завтрак. Но Господь хочет, чтобы мы с вами узнали и запомнили важнейшую истину. Оказывается, то Слово, которое мы здесь с вами изучаем, будем изучать, то Слово, которое есть у каждого из нас дома, у кого Библии нет дома, есть такие? У всех есть, да? То Слово, которое мы сами читаем, или должны читать, оно дает нам жизнь. Оно наделяет нас жизнью, оказывается, точно так же, как и хлеб насущный, который поддерживает нашу физическую жизнь. То есть, другими словами, мы с вами здесь что видим? Что и в Авторозаконе, и в Евангелиях, Бог снова и снова обращает наше внимание на эту важнейшую информацию, что Его Слово, оно дает нам с вами жизнь. Оно дает нам жизнь. Этим словом можно жить. Что интересно, что, когда мы с вами вспоминаем историю израильского народа, когда Бог их вел через пустыню, и они постоянно роптали, постоянно проявляли непослушание к Божьему Слову, то они потеряли какую жизнь в пустыне? Физическую жизнь даже потеряли. Они потеряли даже и физическую жизнь, не говоря уже о духовной. Все кости этих людей, непокорных, остались лежать в пустыне, написанной в Библии. То есть, мы с вами очень часто размышляем над духовными истинами, которые прочитываем в Библии. Мы можем даже дискутировать на разные темы из Библии. Но иногда, к сожалению, мы упускаем самое важное. Забываем самое важное. Что эта информация, буквы, слова, абзацы, предложения, главы, книги, это живая информация. И она способна наделить меня жизнью. Она способна не только дать мне жизнь, она способна дать мне благословение. Она несет, эта информация, вот эта книга, она несет для меня жизнь. И не просто жизнь. Жизнь, наполненную смыслом, радостью, счастьем, будущностью. Как часто мы задумываемся над тем, что мы держим в руках? Ну, когда вы конспектируете на лекциях, вам не до этой мысли, да? Что это лежит на столе перед вами? И иногда вам один преподаватель говорит, меньше думайте, быстрее пишите, да? Иногда так и приходится, да. Меньше думайте, как можно быстрее записывать. Потом будем думать. Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу. Очень интересные стихи в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Прочитаем 3, 4 стих и 7. Три стиха. 3, 4 и 7. Володя к нам прочитает. Из 15 главы Евангелия от Иоанна, 15 глава. 3, 4 и 7. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветли не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во мне. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Итак, смотрим 4 стих. В 4 стихе написано. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветли не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе. Быть на лозе это как? Вы размышляли? Как это быть на лозе? Вот если я у Паши спрошу. Паш, ты на лозе или нет? Чем докажешь? Я просто сказал, что я могу проверить. Я не проверю. Слышите? Очищенный кровью Иисуса Христа. Этим Паша доказывает нам, что он на лозе. А Кристина как докажет, что он на лозе? А, точно так же. Конечно, молодец. Я хочу ваше внимание обратить на 7 стих. Когда Иисус говорит, что такое быть на лозе, мы здесь видим в 7 стихе уравнение. Что значит быть на лозе? В 7 стихе он что говорит? Если пребудете во мне, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, пребывать во Христе равно пребывать в Его Слове. Вот Паша сказал, я христианин, а мы ты кровью. Да, аминь, аллилуйя. А сколько людей может сказать то же самое? Много или мало, как вы думаете? Из верующих, конечно же. Много, конечно, и кажется, я христианин, а мы ты кровью приставлюсь. Чем докажешь? И мы больше скажем, чем нужно, можно доказать. Самому себе, в первую очередь. Как я могу сам себя проверить, а я на лозе или нет? Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, с чем себя отождествляет Христос? Он отождествляет себя со своим Словом, со своей вестью, с тем, что Он говорил и чему Он учил нас и учит. Быть во Христе или быть на лозе равно пребывать в Слове. То есть сегодня я хотел нам всем напомнить, каков статус, какова природа Библии. Что мы с вами держим в руках? Когда мы читаем с вами вот этот отрывочек, мы с вами должны понимать, что принимая то, что написано в Библии, мы не просто принимаем какую-то информацию, мы принимаем личность. Мы принимаем какую личность, кого мы принимаем? Самого Спасителя. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут. То, каков наш Бог, отражено в Его Слове. Один верующий сказал, Бог и сегодня говорит посредством того, что Он уже сказал. Каков Господь, Он рассказывает о Себе в Своем Слове. В Послании к Кремлянам 9.17 мы читаем с вами. В Послании к Кремлянам 9.17. Что мы читаем с вами, интересный стих? Володя. В описании говорит фараону. Для тобой самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Смотрите, Павел говорит, что фараону кто говорит в этом отрывочке? Кто говорит фараону? Писание говорит фараону. Но мы-то с вами уже исход читали. Мы-то с вами знаем, кто в исходе, в 9 главе открывает Женя, и читаем 13 стиха 16. Кто в исходе 9.13.16 говорил фараону? В исходе 9 глава, 13 стих и 16. 9 глава исход, 13 стих и 16. Что там написано, брат? Сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицом фараона. И скажи ему, так говорит Господь, «Боже, еврея, отпусти народ мой, чтобы он совершил дни служения. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отступать его». Интересный момент, интересная деталь. Смотрите, Павел говорит, что фараону говорил о Писании. А в исходе мы читаем и знаем, что фараону говорил кто? «Главливайте момент. Писание равно кто? Бог». И не так уж, наверное, мы часто с вами задумаемся об этом. Не так уж часто мы с вами и, может быть, радуемся этому, что имея в руках Библию, зная эту информацию, имея возможность ее беспрепятственно читать, мы, наверное, я говорю мы, включая себя в первую очередь, не всегда правильно относимся к Слову Божьему. Сегодня я хотел напомнить себе и вам, что эта информация не просто дана нам, чтобы расширить наш кругозор. Я имею в виду Библию, Божье Слово. Здесь мы собираемся не для того, чтобы больше узнать и стать более эрудированным. Или даже вот написать, может быть, какую-то диссертацию на тему богословия. Божье Слово нам для чего дано, мои дорогие? Божье Слово нам дано для того, чтобы мы менялись, чтобы оно нас изменяло в лучшую, а не в худшую сторону. Божье Слово дано нам для того, чтобы мы повиновались Ему, чтобы мы любили Его больше всего остального. И в заключении несколько практических советов. Что нам делать нужно для того, чтобы правильно понимать и принимать эту информацию? Чтобы правильно знать, какой наш Бог, о Котором рассказывает нам Библия. Самое первое, мы должны молиться и просить у Бога мудрости для правильного понимания. Вы же это все понимаете, да? Что Слово Божье дано нам Богом, и понять Его может помочь нам. Только кто? Дух Святой. Ученики не понимали, пока не был послан Дух Святой. Не знали, не понимали до последнего. Поэтому Петр и пишет, вы начинаете Петра изучать с сегодняшнего дня, что это слово записано в Блаке, не человеками, не через человека, да? Точнее, не людская мудрость, не человеческая, а Божья мудрость. Поэтому, чтобы понять мне Божью мудрость, мне нужна Божья помощь. Молиться надо. Второе, что интересно, надо. Желание. Желание исполнять Божью волю. 118 Псалом. Ну еще две ссылочки. Мне очень нравятся они. 118 Псалом, 59 стих и 60. Я тоже думаю, что мы не всегда размышляем над этими словами. 59 стих и 60. Наш любимый 118 Псалом. Ну еще не все, конечно, знают, что это наш любимый. Что там написано, Миша? 59 стих и 60. Размышлял о путях моих и обращал стопы моих к откровениям по имени. Спешил и немедленно соблюдать заповеди. Спасибо. Обратите внимание на 59 стих. Он говорит о чем? Размышлял над чем? Чьих путях? Итак, у меня есть, оказывается, мои пути, мои взгляды, мое восприятие жизни. Я размышляю о своих путях, думаю о своей жизни. Да, Денис? Размышляю постоянно о своей жизни. И чего я такой грустный иногда? Я о себе говорю. А в 60 стихе он что говорит? Еще раз, Миша? Спешил и немедленно соблюдать заповеди. Я размышляю о путях моих, своих, о своей жизни. Но! Обратите внимание на слово спешил. Размышлять я могу о жизни и должен о жизни своей размышлять. Но должен спешить исполнять чьи заповеди? Здесь анализ проводит Давид. Он анализирует, сравнивает. Он сравнивает свою жизнь, анализируя ее, с тем, что говорит ему Бог. И он говорит, я спешил и немедленно. А почему это он спешит всегда и немедленно исполнять? Потому что он знает, что это такое слово Божье. Он знает, каков статус, какова природа слова Божьего. Что оно дает и несет. Мы ведь все хотим благословения в жизни, так же? Никто аминь не сказал. Все хотят, брат, аминь, молодец. Так вот, если мы хотим этих благословений, мы должны спешить и немедлить исполнять волю. Итак, молиться я должен. Желание должно быть, во-вторых, исполнять волю Божью. И в-третьих, то, что вы знаете большинство наизусть из Иисуса Нави на 1.8. Кто еще не знает, узнает. Иисус Нави на 1.8. Там что написано? Да, не отходит книга сия от уст твоих. Но поучайся в ней сколько? День и ночь. День и ночь, мои дорогие. Оказывается, не так уж и много и надо. Если я хочу, чтобы моя жизнь обрела смысл. Если я хочу, чтобы будущность была у моей семьи. Чтобы мои дети были счастливы. Чтобы я сам был счастлив. Мне так уж и много нужно, имея Библию в руках. Молиться, желание иметь, исполнять волю Божью, спешить. И, чтобы не отходила эта книга от уст моих. Но поучайся, в ней написано поучаться. Я могу много чего читать, но поучаться я должен в ней. И пусть нас Бог в этом благословит и укрепит. Продолжение следует...